Ну я это говорил не для эфира, ну да ладно. На самом деле просто видно, что ребята сыпались и сыпались с такой скоростью, что оправиться просто будет сложно. А сейчас что мы видим? Азуры набрали просто такой какой-то хай-темп, что я просто вижу, что здесь будет тяжело. Потому что, ну вроде как у нас есть void, но окей. Хрона у нас кд 2 минуты, да, условно. А без хрона как мы играем? Все зависит от котла. На котла есть пак. И вот Азуры, они и так, и так закрылись. И под этот охрон оставится, туда ДБ прилетает. Но лучше быть не может. Посмотрим за начало, какое у нас будет начало, насколько агрессивное оно будет. И вот у нас уже выход под верх. Очень много героев Наус оказывается не рискуют выходить Луи Компания. Да, сыграли еще оружием команды Наус. Вот это ЦК легендарные от Киуана теперь будут за китайцами. Ну да, и внимание будет на центральную линию. Все же Keeper of the Light. Гуннер на прошлой. Ну давай будем честны, провалился. Не было этого Манки Кинга, который бегал по карте и убивал. И в целом счет у команды Наус показывал, что команда не убивала. И Гуннер просто исчез бесследно на этом Манки Кинге, от которого ожидался экшен. Keeper of the Light, это же роль подобная, тоже должен подключаться к игре. Попсудим вообще, что должен делать котел. Здесь вообще котел, он дал, должен отпушить мид и конкретно бежать уже под топ, помогать открывать топ. А сверху у нас что? Сверху у нас Баратрум. То есть особо топ он не откроет. Знаешь, хочется видеть под котла какой-то Бисмастер, какой-то Люкана. Или же даже, знаешь, того же Тайда какого-то самостоятельного. Ты посмотри, какой прессинг мощный снизу. Вот здесь у Тайд Протектор живет, живет. Непонятно, что делать дальше на линии, ибо Азурей вообще не просили по ресурсам. То же самое на топе давит Му, и тут уже успех есть. Версблак для китайской команды отступает Лелис. Ну, что сказать. Линия, конечно, смерти. ЦК и Гримм, это еще уровень 1. Появится второй, я думаю, будет силее. Действительно, ты правильно подметил, что уровень 1. Если вы на первом уровне умираете от такой линии, то сейчас они возьмут левел 2, либо 3, и все, вы туда уже просто не придете. А куда идти в Баратруму-то? Он не может качать лес. Так что либо мы увидим скоро гангающего Баратрума, либо он будет такой грустненький. Да, и то, и другое звучит. Прохладно, согласен. И это Spirit Breaker, который хочет купить Мидас, скорее всего. Я вижу у Войда уже квибай в виде Мидаса. Главное, чтобы на усуспели в этот темп, который я вижу, что Азурей готовы навязывать Инксвелл. Взрывает крип, Spirit Breaker уходит, запирает пачку крипов. Хоть что-то можно будет пофармить. Они просто прекрасно понимают, что в лоб стоять невозможно. Они начинают ломать линию, чтобы Баратрум уже взял там какой-то минимальный левел, добрался до каких-то вещей и создавал темп. Так, тут все-таки виллу еще и рейнджа параллельно съела незаметно. Завели немного крипов под вышку. Вот в боте для меня такое интересное арене, что два милишника против двух милишников. И такую историю в нашей мете, знаешь, не часто увидишь. И что ты скажешь по этой линии? Все же тратпротектор, такой, гроза милишников. Да он просто может перехилить. То есть, если Семка в КД, мы нападаем. Вот сейчас Семка была в КД, тут как раз-таки нападение. Ох, футбола! Дай его футболом! Классно, классно Азуре действует. Вот они напали, прям под откат Семки, когда Тренд не успел среагировать. И максимальная реализация, отличная именно математика вычисления. Сейчас нам покажут. Так, у нас Баратрум заряжет там на винлей, есть три ветки, топор имеет 600 голды. Я думаю, он сейчас себе броню какую-то, кольчугу, Чен Мэйл привезет. Но при этом любой контакт просто невозможен. Единственный вариант это ломать линию постоянно. Иначе спритбрейкер, если будут стоять вблизи ЦК, рифтингсвелл, там не факт, что и бульдоз поможет. Я думаю, что и фай мы увидим уже в ближайшее время на перетяжках. На центре пока все скучновато. Тут понятно, пакки первого зала, иллюминейты, фейсшифт. Все это повторяется. Крутой Глиф сейчас нажал Сомнус, потому что понимает, что крипы под вышкой котлу добивать сложно, если только не задувкой, то чем? Именно по КС убьет. То есть умом играет максимально. Тут нападение на Мо. Иксвелл взорвался краешком бульдоза. Нет, зато остается Лотос. И Мо не убить пока без рифта. Тяжело вернуть удобную позицию. Еще Лу продолжает фармить. Я не вижу никаких медасов пока. То есть это будет очень дешевый ПТ, армлет. Дешевый урон в ближайшие минуты. Так, тут Вайдапа немножко разогревает, но у него всегда есть там волк, чтобы уйти в случае необходимости либо опасности. Феечка приходит в центр и забирает все руны воды. Ну, для пока боттл пустой, но ресурсов пока хватает. Я думаю, такому опытному мидеру и помощь не нужна. Так, смотри, я перетяжку вижу. Таска, портал. А, ну тут вард. И в этот раз. Тут самый вард, который я постоянно прошу выиграть против Найн Пандас поставить. Здесь он имеется. И он вот прям как надо. Хорошо. Это спасает спиридбрейкер на ближайшие минуты. Гримстрок на перетяжке. Ага, вот это, наверное, не так ожидаемо. ЦК остается один. Кейбан уходит по тавр давить. Нельзя. Как-то странно Гримстрок показался, в моем понимании. Можно было просто дождаться от хата кнопок и снова напасть. А таймблок-то с куллтауном огромный на трэнта полетели. Инксвелл. Взрывается трэнд протектор. Очень жирный, но помощи Демсана не будет. И догрызут. Ногрызут трэнд протектор 3-0. Пока разгромы здесь. Ло остался один, но ненадолго. Возвращается быстро Грим. Ну, благодаря пассивке в 2, ЦК может стоять в ту линию в соло. Ведь давление никакого не будет от Баратрума, который умер на первом левеле, да, условно. То есть это такая история прохладная. В свою очередь, Коттл стакает себе леса. Посмотрим, что у него забил. Будет ли это ранний трэвел, алибо он все-таки выйдет через урну. Ф-Вай. Окей, сверху нападение на лоу. Кусты мимо, а увы. Совсем не серьезно. Продлить нечем. Действительно не хватает какой-то помощи. Мы видим, что Коттл целится в травелам. Тайминг травелов примерно минута 6 при нормальной игре на Коттле. Так, у Ямсана снова небольшие были проблемки. Но его отпустили. А пока только экипера Зелайда нет проблем с фармом. В остальном проблемы. Киеван пытается как-то находить окна. Пока бегает, добла гоняет ренд протектора. Киеван успевает по тавару хоть каких-то крипов забрать. Ждем снова перетяжки от саппортов. Будет это грим или будет это таск. Нападение на бой. Таймвол в кулдауне. Одна секунда. Фантом как прилетел. Просто секунда в секунду. Киевана накрыли. Шарды закрывают ренд протектора. Много урона по ФА. Гуннер на месте. Первый ганг от Мидера. И сразу же ответ ФА. Извините. У ФТХ улетает. И на этом все. На этом все. Это не то, что хочет засмерть Вайда. Но хоть как-то за гангл реализовал свои травола, судя по всему. Хочется увидеть какую-то активность. Знаешь, вот сверху, например, помешать ЦК, который качается при фарме. Баратрума чуть-то разогнать. Так, Баратрум тут нажал чардж, просто чтобы пережить. А на бульдоз нет маны. Так, сейчас он здесь уже и приедет. О, хабидно. На, один бульдоз мог позволить выйти. Слушай, ну я как опытный Баратрум говорю одно. Что если ты поймешь, что ты умираешь, беги в другую сторону. В Мид смотри. И там бы он точно убежал бы, на самом деле. Гуннер выглядит уязвимо. Тримкоил плюс ДД. Так, это сейчас будет фраг на котле, судя по всему. Нет, нет, смотри. Я бы сказал, так прощают. Успевает Гуннер спокойно выйти на треугольник. Так, тренд протектор. Беруны в развитии. Супер. Круто, круто. Щедрая компенсация за все страдания. Появляется хроносфера у Кивана. Кроме Иллюминейта, нечего пока делать. Под это хроно урона нет. Такая еще одна проблема. Но в будущем фея, конечно, будет полезна своим бедломам. Центральные важные силы света атакуют. Какие все-таки крутые ворды у Азуров стоят. И бот лес контролирует, и центральный переход, и верхний переход. То есть все перетяжки котла, которые, возможно, на ноге, они видят. Телепорты, окей, просто будем к этому готовы. Так, у нас тут чарж на крипа в боте. Это, видимо, тот самый чарж, чтобы просто убежать был. Мы видим, что Баратрум лоу хп. Да, да, мы видели на другой камере, как убивали его. Пытался, похоже, он ломать линию. Пак ждал момента, но Сомнус не рискнул. Хотя по обзору Наус ничего не знала. И перетяжка в топ. Есть ли телепорт у Пак, он может прийти. Он может прилететь с Дримкоилом, и можно классно повоевать. Будет иллюзия у Лу. Гримстрок пятый ломает в центре. Ну, как-то не стесняясь, заходит на кипер, взылает себе полностью. Показывает, да, команда Азурэй готова принимать эту драку. Телепортируется сюда, Таск. Пак пока в центре. Ой. Что-то неудачно получилось. Она исчезает просто мгновенно. Спиритбрейкер врывается под башню. Прилетает доунбрейкер. Пошел Сноупол. Сноупол нужно закрыть. Но Гуннер просто убегает. На своем коне. Так, Чалис за Ямсаном просто бежит. Молот. Там сейчас вся команда выйдет. Опа. Кружен, он не сломлен ТП. Ну, там уссобьют. Новый Гримстрок позволяет быстро сбить телепорты. Эйтрон протектора забирает. Была хроносфера. Так, ага. На ультимейт Омбрейкер. Но что-то пошло не так. Вот знаешь, что хотелось бы увидеть? Хотелось бы увидеть, чтобы Пак раньше там оказался, а не летел последним. Нажал Койл. И туда уже куда-то идейно нажало ДБ ульт. Потому что мы видели, что Азуры умеют круто контр-инициировать, да, отвечать. Но сейчас что-то, знаешь, не в попад. И все началось с того, что ЦК вызвал иллюзию, которая за секунду погибла. Противники все-таки закатились. Ну, такой балаган небольшой начался. Но что ж. Окей. Наунсы все еще в игре. Мы видим, что Котл топный творд. Посмотрим на дальнейшую реализацию. Пока что тут стакаемся по центральным коридорам, ребята, и за Азуром. Но, несмотря на разгромный счет, и правда, наунсы, я бы сказал, вернулись. Мидас работает. Войт неплохо фармит. Нападение на Доунбрейкер. Рядом Гуннер. Разгон от Спиридбрейкера можно подсветить. Будет Доунбрейкер. Вылетает. Очень сильное замедление. Но боятся. Боятся идти глубоко за Тавер. Му летит. Один Сазарстрайк. Му. Да, команда рядом. До конца. Может быть, дать ульт? Ульт не дать. Здесь висит Фантом, зато Иллюминейт залетает точно в цель. И это стрик, и это деньги. Гуннер реабилитируется полностью после прошлой карты. Вот. Такого Кипер в Зелайт, и может, Матфи Кингом мы такого и ждали. А тут-то уже и Весл скоро. Так, Сомнус нападает на котла. Деймкоил. Отличный. Фейсшифт. Хоть он и первый умудряется увернуться. И Кипер в Зелайт погибает. Это не конец. Крансфера нет. Телепорт от Фея. Можно с битингсвелом. И Лелис также здесь останется. Шарда закрывает проход. Минус 2 для Азурей. Сомнус великолепен. Сразу сбил темп этому котлу, который был, ну так скажем, безнаказан. В свою очередь Ямсан добрал 6-й в центральном коридоре. Качает здесь хил на 3 уже. Я вот смотрю, он всю игру кидает. То на Баратруму, то на Вайда. Так, при этом медаль у нас у Вайда уже имеется. Могут Киванов попытаться убить. Фантомом, сноуболом. Киван упрыгивает. Шарда остается. Хрансфера 2 секунды. Будет ли ставить? Будет ли команда помогать? Летит тренд протектор. Ставится. Хрансфера по троим. Но урона совершенно нет. Выходит из собственной хрансферы. Киван оказывается в руках Лу. Ох, как команда-то не поддержала. Или Киван поверил в себя. Файя пытается убить иллюминей. Даунбрейкер прилетает на контратаке. Сулбайн. Гунер под замедлением. Сомнус прыгает следом. На размен пока один в один. Потеряли. Появился Койл. Баг прячется. Койл готов. Может есть смысл все еще найти момент для установки? Нет. Сомнуса с командой просто уходят. Ну, начнем с того, что неудачная хрона. Потом неудачные корни. И вот уже ребята из Наунс просто подбегают. Планируют драться и вспоминают, что сейчас у пака откатится Койл. И они там останутся. Правильное решение, что просто вышли. Потому что совсем бы себя бы закопали. А здесь еще шансы есть. Да еще и какие. Потому что 3000 лидерства это не так много на 12 минуте. И это все дела. Отыгрывается. Да, если у Спиритбрейкера Мидас будет. Должен быть вот по такой игре. То могу поверить. Телегра затянется. И вот Спиритбрейкер покажет еще себя. По кому. Играется. Прогает Кейван. Тайм Делэйшн. Не хватает хроносферы. Спиритбрейкер без ультимейта. Чаллист. А у Чаллиста не будет никакой помощи. Он один здесь. В портал никто не придет. Никто не придет. Но выигрывает он максимально большое количество времени. Давай так. Когда за тобой бегут три кора. 20 секунд. Тебя это вполне устраивает. Потому что в это время они не фармят. А что делают Азурей? Они уже бьют центральный коридор. Сомнус у нас тут будет добирать Блинк. Чтобы еще легче было садиться. Тут поставляется Япсан. И будет он просто погибать. Вышел раньше времени. Пытался переагрить пачку крипов. Но саппорт Азуров тут как тут. Так. Пара чарж. Он просто не ожидал. Знаю, что он все-таки добежит. Обычно вартромы бегут и в конце таки отменяют. Чтобы разыгрывать на эмоции. Уэвайя тоже отличная игра. Смотри, тысяча голды до Блинка. И тогда начнутся вот эти вот сейвы знаменитые. Может быть даже из-под хрона. Если получится. Да. И ультимейт он наконец-то набрал. Спирит Фэссел у Киперов Залайта. Возможно центральный слот для Киперов Залайта. Там до минуты 20-25. Будем ждать от Гуннера под новую хронсферу экшн. Пока китайцы в атаке. На топе лишь Дарк Виллу. Может быть вы тут на треугольник. Но это Виллу качается там уже минуты 4. Заметили только что на центре Киперов Залайта. И сразу же переключает свое внимание Азуре и в мид. Никто мид не отпушивает. Конечно, Гуннера все дело поднимает. И просто ориентируется в лес к своей команде поближе. Ну да. Чем смог дольше длиться, тем противнику все понятнее становится. Так, Челлис снова занял агрессивную позицию. В этом раз башня недалеко. Может быть команда подойдет. Плюс Блэд Мэйл появился. Есть Лотус, есть Стики. Очень много здоровья эффективного. Челлис нажимает Стики. Лотус выживает рядом Гримстроу. Команда рядом. Подходит сюда и Таск. Будут ли Наус принимать драку в таком составе? Нет. Не хотят. Врыв от Мака. Идеальное попадание Транпротектора. Зарывается. Ингсвелл был Сайленс. И Ямсан остается один. Вуай нажимает шарды. И фраг на Транпротекторе. Чтоб ты понимал. ДБ специально забайтила. Она могла улететь с ульты. Потому что станов уже не осталось. Но он говорит. Я забайчу. Гайс разверните. И это получилось. Окей. Забрали Транпта. Хоть что-то. Преимущество перестало расти. Мидасы работают. Войт уже на третьей позиции. Спидбрейкер будет понемногу камбэкать. Но и ЦК еще свое слово не сказал. Усиляется. Конечно нужно усилить иллюзию. Пока только уровень 10. Но дешевые слоты хорошие куплены. Сабли армлять ничего не стоят. По сути. Плу может подключаться. Снизу. Очень нагло играет Азур. Байтит на Ифуая. Рядом Ки-1. Такая позиция. Очень опасно. Очень глубоко играют. Скан. Попали китайцы. Сомна сейчас просто прыгнет вслепую. Прыжок. Сайленс. Иксвелл взрывается. Фантом повесили. Даже Дримкоил не нужен, чтобы этого воина убить. Блестящий скан. Это раскрывает все позиции Наунс. И такой вкусный фраг. Тут весь минус вайда, что по карте смотри. У нас вилус скачается сверху. Коттл откидывает мид. И где качаться вайду? Он не может же в двойке качаться. Он не может бить иншей. Еще что он может это жить внизу. Если вы контролируете верхний верх. Ну точнее верхний лес, извиняюсь. То значит он внизу. Так тут у нас нападение на Баратрума. Пытается откидывать. Кстати неплохо. Гуннер раздает. Иллюминейт. Но сможет он выйти из этого тимфайна. Да, иллюминейты летают. Врывается еще и Q1. Гуннер даблкил. Сомнус в спине. Очень хотел подраться. Волшебство. Тримкоил. Все есть. Он просто ждет саппорта. И он находит саппорта Лилиса. Но нет. Боится. Боится. Понимает, что игра не стоит свечи. Умирать за саппорта нельзя. Неоправданный риск. При условии воида. Который может хронить тебе. Закрыть. 6-14. 4К перевес. Так опять они встретились тут. Перепугались оба я думаю в этой ситуации. Не дается этот мид никак. Тренд протектор постоянно на Ленар море. Надо забирать тавр за один заход. Значит это постоянно повторяется. Лелис при этом доформил уже. Так тут у нас что будет нападение. Ну нет. Нельзя. Окей. Лелис доформил уже Атос. Посмотрим на его реализацию. Как минимум это кетч, который так сильно нужен. Иван уже перешел в двойку. Стоит, скачается под саппортами. А точнее под трендом было. Все еще не так уж и плохо у Наунс. Все нормализуется я бы сказал. Разница между воидом и ЦК совсем небольшой становится. Ну вот следующий файт, который будет, знаешь, такой 5 на 5. Он будет решающий. Потому что тот, кто его выиграет, тот из-за даст темпа. Тут у нас у Вая проблемы. Он уже доформил свой блинк, пожадничал. И его наказали. На топе атака на Войда. Или скорее Войд сейчас будет ставить хронсферу. Так, Иван ждет. Ждет. Гуннер подходит. Идеальный момент, чтобы забирать ЦК. Овергроус. Прыжок от Ивана. Хронсфера и по своим, и по чужим. Но неплохо, неплохо получается. Иллюминает в Лу еще один. И ЦК в таверне. Минус 2. Наунс отвечают. Наунс возвращаются. Это было хорошо. При этом Пак даже туда не бежал. А ДБ не летела. Они просто были проданы своей же командой. Потому что они понимали. Окей, вы нажмете хрона. Но оно у вас будет сейчас в КД. И сейчас Азуры просто побегут. Я более чем уверен. Так, а вот тут пока он лежит барабану. Подходит Фея. Террорайз. Все мимо. Все мимо. Пак вылетает. Может бы стоило именно с Террорайза начинать по-хитрому. Но как вышло. Так, Вай уже просто бежит в этот лес. С блинг Даггером, да, выходит. Очень мало вижена. Мул. Есть чарж. Панч. Атос. Сноубол. Полный контроль спиритбрейкера. Форстстав от Гуннера. Спасается Мул. Пока. Пока не хватает. Будет ли прыгнуть? Нет, не будет. Сауннус очень аккуратен. Да, не рискует лишний раз. А блинг был в КД. Я смотрел, там буквально 6 секунд было. Поэтому он не продлил. Так, ямстан. Все есть. Да, прыжок под Т2. При наличии Т1. Панч. Все, как ты и сказал. Хроносферы нет. Бояться нечего. Контроля мало. У Наус. Его, в общем-то, практически и нет. Ну и вот, наконец-то, башня на центре. Палах. Центральная башня сил света разрушена. Выгнали Киевана уже к своим эншентам сверху. Параллельно с этим. Крутой вард поставил Гримстрок. Прикрывает своего хора. Так, Сомнус. Просканили? Просканили. Так, это скан был сил света. Киеван понимает, что его там ждут. И не рискнул. Не пошел туда. Не попал в ловушку. Медас ВФ. Ой-ой-ой, Вайн. Вот это вот интересная история. Значит, игра будет долгая, судя по всему. Тут у нас чарж у этого ВФ. Гунар идет его закрывать. Так, ну здесь-то команда может успеть, потому что... Тир-1-то нет уже. Так. Шар даму. Пак туда летит. Сомнус прилетает. И... Легкий фраг. Хороший урон. Особенно, когда доубрейкер оказывается рядом. И Сомнус на подмоге. Или точнее, охотник оказался добычей. До слез. Ну что ж. Я вот смотрю на этого Трента. Вот он бегает всю игру влево-вправо. Пытается с Эндрю покупать. Его все бьют. И он с горем пополам пытается шар этот добрать. Чтобы уже в невидимости бегать, делать то же самое. Что у него по статье? Ноль. А нет, пять ассистов есть. Но он много чего делает. Там действительно вносит колоссальный импакт. Сомнус у нас целится в линку. Понимает, что с линкой никакой баратрум ему не помехал. Намечается крутая драка. Ибо у Наус появляется хрансфера. А Зурей готова идти. Драться в эти кнопки. Интересно, что получится. Гуннер. Классной позиции. Полный обзор по вардам. Сомнус. Развеян. Сомнус не рискует прыгнуть на проверочку. Закинуть даже арпу вперед. Но он вылетает. Далеко находится войд. При этом обзор хороший Азурея не видит. Токиоан может быть на двойке. Не удалось заманить в ловушку. Назовем это так. В свою очередь Гуннер собирает Эзерблейд. Так, нападение. Большую проблему у котла. Будет ли помощь? Домбрекер. Домбрекер просто прилетает. Отличный форстав. Ждал. Ждал до последнего Гуннер. Это форстав. Все классно сделал. И Фуайя наказывает. Гуннер хороший. Хорош. Идеально сыграно. Не растерялся. Не растерялся. Только это можно сказать. Просто Фуайя по факту зафорсил своего тиммейта на ДБ прилететь. И чтобы что? Чтобы тот нажал форстав? Окей. Может быть, знаешь, такая некая недооценка была все-таки? Тут, конечно, это мы скоро узнаем. Очень хочет ДБ здесь доформинить шар. Чтобы иметь БКБ при прожатии первой спала. Не так, как Тимин Лу. Как я ожидал, честно говоря. Особенно, когда увидел саблю и армлет на этом хаус-найте. В большей степени ЦК сидит в лесу. И особо не выходит оттуда своими иллюзиями. Ну, то же самое, что сказать, про ИК-1. Но тут понятно. Тем более, при условии, что был куплен Мидас. И линия была очень тяжелой. ИК-1 возвращается. С кронсфером в состоянии уже там трех игроков. Из пятерых. Я думаю, точно убить. Одного ИС. Блин, с одной стороны, да. С другой стороны, есть и Тускар, есть и ДБ, которая прилетит. А ЦК не коннектится в файт, потому что он просто хочет быть огромным. Он хочет наформить еще слотов, чтобы его под хрона просто невозможно было убить. Падает здесь Рошан. Наунс никак не пойдут его контестить. Просто банально нечем. Рано еще им драться, принимать такие драки. Ведь если посмотреть на их драфт, если случайно Коттл умрет где-то, да, то все, драка закончится. Лоу забирает Айгис. Значит, теперь они готовы идти. И этот ЦК побежит вперед. Так, выход на тир-1 в топе. Будет ли его как-то дефать? Нет, полный игнор. Остаются Азоры на нижней половине. Подходит ЦК с своими иллюзиями и манта, и ультимейт. Похоже на своеобразный размен Т1 на Т2. Никакой реакции, да, и телепортироваться сюда уже очень неудобно будет. Ливен Армор Глиф, F5 позиции. Да, тут все, тут все готовы. Даунбрейкер прилетит, все остальные на месте. Пушить нечем. Вот это большой плюс у... Скажем, это плюс для Наунс, да, что их не спушить так быстро, потому что героев таких нет сейчас. И вот они ковыряют этот тавер, тренд хилит всю эту историю, и появляется время. То самое время, которое нужно, потому что в Айеге сдраться не хочется. Линка на паке. Пока делать нечего, наунс, своей киститель нельзя, хотя бы забирать терзатель. А Гарим Шартер протектору попадает. Повезло. Он все-таки не накопил на него, что ли? Не накопил, но... Он Арканы купил себе, слушай. Ну, все. Базовый набор тренд протектора есть, можно играть в доту. Слушай, а в базовом наборе Арканов нет, если честно. Это уже такой богач. Да, вот он это взял, видимо, чтобы линии толкать. Я только в этом вижу единственное какую-то вот историю. Сплитить, толкать линии, постоянно стягивать на себя. Видишь, у него лоза в 4. В этом смысл, видимо. Так, тут нашли друг друга. Детекшена нет. Скан, все есть. Это нападение на Гримм Строка. Окей, рядом Спирит Брейкер. Даун Брейкер тут же прилетает. Спирит Брейкер явно переоценил себя. Не смогли поддержать его, и бутерной протектору путь закрыли. Очень странное нападение, очень быстрая реакция от китайцев. И Лелис также в таверне. Ничего не предвещало беды. Вроде наус неплохо держались, но тут что-то у Спирит Брейкера произошло. Зашли не в тот лес, назовем это так. Потому что рановато они зашли, и что они там делали? Вдумайся, они действительно хотели напасть на Гримм Строка во вражеском лесу. Это опрометчивая история. Поэтому за это их и наказали. Гем у Гримм Строка, Мидасу, Таска готов на 26-й. Так что, если игра затянется, мы можем Таска и с Аганимом увидеть. Тоже легендарный слот на этом Интернешнл. Это Аганим с паком на 25-м. В общем, там хватает вариантов. Как можно будет его применить? Это Аганим. Пак у нас тоже, да, вроде в Эзерблейд целился? Можем посмотреть на паком. Или, знаешь, в простонародье пистолет? Да. Не хватает дэмэджа. Прекрасно он это понимает. И решает добрать Сезар Блэйд в свою очередь. Что будет дальше делать? Тэппай он пока ничего не придумал. Чалис тут, конечно, ну чисто, знаешь, вот такой вот. Очень ТП уверенная. Потому что я ожидал, что может быть какой-то Аганим, может, соберет вот такую вот саевовую, да, историю. Спиритбрейкер на линии показался. А тут его вся команда принимает. Но мне нравится Домбрейкер, что ты много говоришь, что не хватает урона. Не хватало урона на башне. Как раз-таки Домбрейкер не пушила тогда Т2. А просто находилась в моменте, если будет атака прилетит. Нападение на Сомнуса. Киван ставит хроносферу, Домбрейкер прилетает. Вообще урона никакого нет. Киван телепорт уходит. Хорошо, что Таск не успевает. Спасение для Кэрри Наунс. Но это потерянная хроносфера. Фантазм у ЦК есть прямо сейчас. А Эгис остается минуту. Смотри, как они сделали. Они сразу сделали перетяжку. Зашли в портал, оказались внизу. И пытались там найти этого Вайда. Вон они уже бегают в поисках. Понимают, а куда он может еще деться, если он сверху ТП нажал. Видит Трэнд Протектора на ларде. Но хорошо, Трэнд Протектор съедает этот ганг. И Войт пока спасается. Так, ну снова проблема у Баратрума. Му будет... Я думал, он сейчас будет получать стану. Но, видимо, он уже его получил. А, не, просто притяжка была. Так, а у... Так он с АХ 20 секунд. Слишком долго его будет убивать. Успеет. Напали у Велики Ивана. Он еще и без БКП, и без ТП. И тут еще Лоу дальше в топе. Один просто агрессирует, стоит против троих. То есть Лоу на себя все внимание притянул. Войт остался один. Да, и Наус при этом без Войда... Да не убьют они этого ЦК дважды. Не убьют. Отличная макро игра. Азуры закрывают просто. Снова, снова летят ребята. Спирит Брейкер уходит. На топе продолжается играть Лоу. Отличный Форс. Так, видимо, им совсем надоело, что слишком долго он уже бегает, развлекает всю команду. Вот смотри по карте, что стоит. По итогу варды все у Азуров во вражеском лесу. При этом еще и сверху вард есть. И они сами играют в двойки. И любой, кто побежит в бот, они эту историю все увидят. И побегут в ответ. Закрывать. Накапливают Азурей преимущество. Не работают у Наус даже Мидасы. Азурей больше получает с выгодных тимфайтов. Ну и, конечно, ЦК. ЦК, о котором ты говорил, нафармил слишком много. 18700 уже у него. Вернулся ему в игру. Камбэкнул по экономике. Было близко. Сомнус не замечает своего оппонента. И Смоук. Впервые за долгое время Наус пытаются выйти. Приказ понимает, что противник ведет сильное преимущество по вижену. Учитывая, что у них гем так давно. И сейчас варды просто так ставить нельзя. Нужно их ставить и конкретно дефать. Попытка выйти. Тренд уже снова бежит вперед. Ему бы где-то уже, знаешь, отдышаться. Доформить этот блинг уже, чтобы наверняка. Так. Сомнус чекает эту трендам. Будет ли встреча? Не, не сегодня. Либо не в эту минуту. Да, но теперь тренд-ботектор и правда в опасности. Вечник Иван. БКП. Нажал, а там брейкер прилетает. Трансфера есть. Иван. Понимаете, что пока лучше просто выйти. Но потеряем Блэкинг Бар. Теряюсь опасность в Фантоме. В Сайлансе Пака. Тримкоил элементарно накрывает Войда. Так, сразу тэпки в топ. Тэпки на топ. Спиритбрейкер. И Киперобзылает. Играют вместе. Интересно. Сомнус ворвался. Да, только Тримкоил в одного. Изерил. Спиритбрейкер. Чарж в КД. Три секунды. Две. Одна. Бум. Нет. Баш. Отбил он этого Баратрума. Что за счет скажешь? 508 золотых получил Чалис. И ЦК уже из-под ветреной. Стоит под базой снизу. Параллельно с этим еще и Курьер у нас погиб. У Киуана. Да, ультимейтор. Пух тяжело. К базе подбирается. Китайская команда. Но сейчас зажмут. И там уже и второго Рошана можно пытаться забирать. На топе. Играет омбрейкер. Киуан. Можно ворваться. Врывается в Киуана ПКБ. Как мы помним, нет. Террорайз. Полетел. Но врывает. Айфайб. Панчи. Взрывают. Эль Чачу не будет. Ой, да. 60 секунд. А без него драться, честно говоря, вообще вариантов нет. Нечем. Нечем. Нету, знаешь, какого-то демажа сейчас. Ну или фиксации какой-то яркого выражения. Потому что Траган хочет контр-инициировать. Баратрум хочет поделить файт. Очень уверенная игра. Спокойная, увиденная. Особо даже ошибок не видно от Азуров. Было там, конечно, парочку. Но это мало. Да, знаешь, это может быть не самая интересная дота от китайской команды. Но это просто рабочая схема. Тебе нужно закрыть вторую карту. И отправляться на недельный перерыв. Вот знаешь, для меня она интересна тем, что... Вот ты когда сидишь там, и вот эти все эмоции играют. И самое важное, это сохранять холодную голову. И сейчас что мы видим? Она есть. Ребята держат себя в руках. Понимают, что на кону. И спокойно... Справляются с напором. Потому что там очень опытные игроки, опять же. Так как главы книг. Закрывают противника. Все ближе и ближе к своему фонтану. Игроки команды Наунс. 10 секунд до Рошана. У Азурова очень комфортно. Хотя, может быть, вот это будет момент для Наунс. В конце концов выйти пятером. С хроносферой. Во, это будет к этому моменту манта уже. И сотворить чудо. Руна ДД, правда, пока из-за чуда. У пака ускорение ДД может оказаться одновременно активировано. Таск. Плохой звоночек. Для ФВА. А тут вся команда оказывается. И здесь он будет точно погибать. В свою очередь Лоу забрал ДД. Это означает одно. Что они будут драться даже в меньшинстве. Они будут драться вчетвером. А Таск купел Аганим. Да. Прямо мы так вскользь сказали. Ух, ладно. Пока 5 в 4. Будут, будут драться. Действительно, ДД он уже мы видим как. Нужна легендарная хроносфера. Легендарная хроносфера возвращает команду Наунс в игру. Должен быть пак, ЦК, но Донбрейкер не закрыть. Обычно Донбрейкер вообще вне тимфайта. Так, батят на иллюзию. Это с умом. Блин, она что-то недоконтролилась. Так, нападение в Гримстрог. Гримстрог нажимается БКБ от Баратрума. Гримстрог здесь будет просто погибать. Успеет еще откинуть Инкс Вэллоу. Пытается засевить всячески. Иван ворвался. Видно, Луз ДД будет ли ставить хроносферу. Пока Ки-1 просто бьет, эллюминает. Создаются иллюзии. Ставится хроносфера. Нужен урон. Прилетает Донбрейкер. Выкупает Игримстрог. Появляется уже Таск. Урона нет. Урона просто никакого. Сомнус прыжок на фею. Фея по сайлансам догорает. Гуннер БКБ телепорт. Таск слишком далеко не успевает добежать и сбить. Но и Рошан. Рошан открывается. Вот итог этой драки. А Эггис будет у Азурей. Интересно исполнили. Ведь они по факту дождались. Сомнус не пошел вперед. Не пошел там кого-то искать. На кого-то садиться. Он просто решил сделать одно. Дождался хроносферу. Туда нажал в эту хроносферу. Израил Блэйд в ЦК. И демеджа резко не оказалось. И этот войд стоял эту иллюзию. Колотил. И чтобы что. Ну, браво, браво. Что уверенная игра. Тут у нас Мидас покупает виллу или мне показалось? Да, это Мидас. Это надежда на то, что игра каким-то образом перейдет в стадию суперлейт. И у Дарк Вилла появится и Аганим. И все остальные слоты, которые мы видели уже в матче LGD Night Pandas. Потому что там дота плюс на секунду дала плюс 2%. Когда мы про Мидас сказали. Потом такая не подумала. Не, не то. И обратно минус 20 всего. Так, тут у нас нападение. Опять на Му. Слишком много у Чалеса. Дезолятор уже 18 зарядов. Кираса, Башер. Вот теперь пуш пойдет легко. Если даунбрейкер просто подключится, вся команда будет ломать базу быстро. Сравнение Гуннера и Сомнуса. Гуннер достоин. На этой карте он был хорош. Но, конечно, котла уже не хватает, чтобы как-то одного в пятерых играть. Так, Лоу просто заходит. Действительно, кот Калантин в зубки не поиграет. Сейчас его функционал уже ограничен. И что мы видим? Что ребята будут прыгать из Азуров. Он уже пак в позиции стоит. Под Аркен руной. Свободно забирают тавр. Будут ждать Баратрума, это точно. А еще лучше им как-то выйти в спину. Потому что лоб в лоб драться вы вообще не можете. С другой стороны вы вообще драться не можете. У тебя хрона нет. Как драться? Смотрим за Ифай внимательно. Я думаю, что именно он может вообще начать весь тимфайт. Просто прыгнуть и толкнуть одного из героев. При условии, что не сяганим. У Варлусских выкидывает героя на километр. Полетел Кейван. Кейван один вообще без команды. Ты посмотри, где он. Сайленс. БКБ есть Кейван. Таймдилейшн. БКБ. Хроносфера появляется. Кейван просто пытается убежать. Прыжок. Паши. Кейван. Хронос. Улбай. Тут же привязали. Войда из спритбрейкера, который летел в атаку. Даблболт. Войт станет. Прилетает он брейкер. Кейван на изерили. Пытается выйти из тимфайта. Уходит. Моу остается один против троих. Гуннер Блайднилайт нажал. Команда Наус просто весь тимфайт. Попытка убежать. От драки речи нет. Нет БКБ. Нет хроносферы. Но он поздно понял. Тут Му у нас уже приехал. Он хоть имеет байбэк. Эльчаша. Прижок. Террорайс. Террорайс класс. Но можно убить Таска. Изерил залетает поздно. Таск в таверне. Налог КПЦК. Назерстрайк. Вдомбрейкер. Спиритбрейкер один. Пытается выйти из тимфайта. Он после байбэка. Бойт очень боится влетать в тимфайт. Ибо нет никаких ресурсов. Таймволки. Иван полетел. Болт. Сайланс. Сболт в Гуннера. Три секунды стана для экиперов Зелайта. Он с байбэком. Можно будет вернуться в случае смерти. Гуннер уходит. Плевок мимо. Просто переключаются на тавер. Азурей. Они в большинстве. Спиритбрейкер не будут больше минуты. И драться на он все еще нечем. А тут же ФБА. Сыр есть до сих пор у китайцев. Все ресурсы. Фантом пошли иллюзии. Сейчас ФБА начнет пинаться. Посмотрим, кто же окажется его жертвой. Смотри на Эльчачу. Какую позицию выбирает. Он просто уходит фармить треугольник. Значит, это позиция двойка, да? Стоять и фотографировать, как падает база. Просто бессмысленно. Лучше профармить что-то. Но Азурей-то могут здесь и остаться. Так он байбэк фармил. Он именно пошел за байбэк. Потому что он понимает, что на последней стороне можно подраться под конец Аегиса, имея байбэк. Идея будет такая, что он забайтит на себя. И байбэк появляется. Байбэк появился. Теперь важно дождаться хроносферы. Третья линия падает. Пока один лу. Должен челюсть подойти. Один удар сделать. Этого достаточно. Минус Т3. Две казармы у американцев. Что по хроносфере? Важен момент этих таймингов. 7 секунд остается. И можно будет попытаться подраться даже в Аегис. Выбора другого нет. Против мегакрипов играть будет невероятно трудно. Лу ломает казарму. Проклятие на иллюзию ЦК. Выходит Кейван. Разгон. Выбить как-то быстро АХ. И потом поставить хроносферу. Ну вот какой-то такой должен быть план. Хроносфера в Адуту Брейкер. Ну просто можно будет, если что, вернуться. Через ультимейт. Адут Брейкер умирает. В иллюминатик. Байбэка нет. Активируется. Сыр врывается. Татт. Пошел стоймайт. Привязали Войда. Войд пытается выйти из стимфайта. Незер страйк. Кейван выживает. Неплохой эллиминейт. Минус два от команды Наус уже. Но Бараки все еще падают. Бараки падают. Минус три от лутора. Бараки до конца. Просто бешеная иллюзия. Бешеный конь. ЦК продолжает ломать. 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 Стан 3 секунды на Войда. Войда пытается убить Кейван. Таймволк после восстановился. Потеряли Аегис. Азурей. Успеет ли ЦК добить казарму? Если просто будь суицидом это делать. Лу пытается выйти. Но Чарж очень вовремя использован. ЦК светят. ЦК берется. Бол на 3 секунды под бульдозом. Нажал Чарж. Ну и пак со спиной. Сомнус пока наблюдает за этим тимфайтом. Любой момент может ворваться. Гуннер еще один из Эрил. Какой же жирный ЦК. Стан на 3 секунды. Тренд протектор. Пока живет. Незер страйк в ЦК. Сомнус из драки выходит. И остается Лу один. Ну что ж. Наус в игре. Одна казарма остается. И пока еще ничего не закончено. Буквально там 5 секунд, если не ошибаюсь, было до конца Эгиса. И они убили ЦК. Насколько бы все это было в разы легче. Но с большего по факту все свои цели они выполнили. Рошан был в КД. Потому что Эгис был на руках. Мили барак мы сломали. Остался рейнджевой. А как мы знаем, рейнджевой падает очень быстро. И не имеет возможности восстанавливаться. Даже несмотря на тренда. Ну, эта история может скоро закончиться. Но я думаю, все же Азуры будут играть так же с дисциплиной. Они будут ждать этого Рошана. Есть только, конечно, наусы сейчас не пойдут. Алын, знаешь, тот самый. Что, парни, может смог? И будь что будет, да? Ну да, но не похоже пока. Не похоже по той игре, что мы видели. Ух! Сорок минут игры позади. Мидас у Дарквилл работает. Может быть, там уже потихоньку мы будем видеть корс лоты. 3200. А гоним очень близок у Лелиса. И под трансфер. Но мы видим, даунбрейкер это самое жирное. Ее уже можно убивать. Так, тут видишь, ДБ-то была... Вообще, ДБ был по итогу идеальным таргетом. Потому что нет байбека. Он не спасет никого от хрона. И сам он подставился в это хрона. Банально, если бы лучше позиционку Челис занимал бы, эта ситуация вообще бы даже не была. Ну, вроде как идеальная цель, когда ты видишь все. Но неужели наус были уверены, что там нет байбека? Это ведь опасно. Это вообще звучит как руина, если даунбрейкер сразу же выкупается и прилетает тебе. У тебя трансферы нет. Вот. Абсолютно верно. Просто либо они чекали там артефакты, что он там последнее довез. Либо просто банальный риск. Ведь по-другому они не могли вернуться в игру. То есть это была, наверное, единственная переменная такая, значимая. 25-й у ДБ-то появляется. Это должен быть первый 25-й уровень на карте. Интересная шмотка, кстати, у ЦК. Появляется. Вот теперь с этим и дайбоч у нас появится. Да, да, ведь это просто колоссальная прибавка к урону. Пытается, пытается. Уже даже в этот бедный барак иллюзиями своими мучить. Иллюзии катапульты. Рефрешер. У Спиритбрейкера. Но это будет, мне кажется, не самая простая развязка для китайской команды. Хоть они так и близки. Остается и Файя своим Варлус Гейком. Врыв на бой, да? Играются пока. Байт на БКП. Хронансфера в Томбрейкер. Даже так. Он для Шипер без Байтбека. Не хватает две сотни золота. Да, это пара баунтер-рун, которую нужно подобрать. Но Юи Азурей снова дают небольшой подарок. И Рошан появляет через 2.30. Это также подарок для команды Наус. Есть время. Время попармить еще. Пару раз нажать Мидасы. Два раза подряд он стирает позицию. Он на Ямсана нападение. Немного мне непонятно. Вот ДБ то ли уже выиграла, то ли потеряла хладнокровие. То самое, о котором я говорил. Просто дождись 200 голды доформи. Но пролети в замес. Ведь Хрона на тебя поставили. А без Хрона у них по факту нет драки, нет дэмэджа. У Вайда там нет где-то рефрешера, да? Вот этого потайного, того самого. То есть вот, мы только видим, что он только планирует его покупать. Он уже передумал резко. Да, просто сейчас бы началась драка после этой хроносферы. Байбэк и все, ты летишь. И летишь, и все. И кайфуешь, да, ибо контроля больше нет, не считая спиритбрейкера. Ладно, все, теперь мы точно ждем с командой Азуррей Рошана. А у нас будет возможность снова сотворить чудо, выйти с базы. В смоках надо разбужить линии. Играть от Войда. Ждем новую хроносферу в Оверхеллен Блинк. И у Сомнуса. И у Лу. К радиусу и в дальности рифта. Талант у Сомнуса. Интересно талант, но в принципе понятие для чего. Баратрум по классике начинает все расталкивать. Знаешь, мне нравится Баратрум в эти, потому что у тебя чаржа откатывается, и ты не бьешь крипов. Ты просто чаржер, ты бежишь по всей карте. Так, пока что у нас тут смок от Азуров. Прочекали вард. Воняли, сразу его ломают. Баратрум недолго, я думаю, просто зачаржил центральный коридор. Байбека у него нет, но скоро он будет уже восстановиться. Через 20 секунд. Игра немножко успокоилась. Все ждают Рошана. И мы, и вы, и они. Тут еще можно сказать. Просто стоят. Ребята, уже 2 минуты прошло. Понимают, что вот-вот Рошан должен появиться. Я начинаю в американцев немного верить. Я смотрю на все это. Уфея. Оганим готов. Бой тоже высокий уровень. Слоты на месте. Слушай, как только ДБ захочет выиграть, она выиграет. Потому что пока что мы видим одно, что чуть-чуть вот торопится. А если у Войдеров Фрэшер появится через 2-3 минуты? Слушай, ну... Вот тогда. Тогда я и переобуюсь. А пока... Пока, увы, все на моей стороне. Мне очень хотелось бы какой-то, знаешь, глимер увидеть минимально. Потому что, по факту, Войда бьет не только физикой, но и ваше, это мэджик урон. То есть, накинуть глимер от виллу, от котла, от той же Семьки потенциально. Ну, знаешь, вот как-то себя минимально обезопасить. Тут у нас лоу забирают. Ой-ой-ой-ой, ДБ с Аганимом влет на спиритбрейкера. Спиритбрейкер. Неужели уйдет? Неужели уйдет? Удары летят! 90-х КП остается! А там телепорт мид. Пак уже прилетал как раз закрывать му. Сомну, сарву выкинул. Ох, было близко. В общем-то, у Брейкера с Аганимом это очень сильно сейчас. Это реально рушит планы Фесла Свойда врываться. Главное держать позиционку. И та самая казарма. Единственная казарма на топе. Азора и понемногу продвигаются по верхней линии. 25-й и у Киевуана. Вот нужно идти сейчас. Если они просто посмотрели на астральный коридор, они увидели Феслес Вайда, который почти собрал рефреш. И либо мы сейчас подеремся, пока его нет. Либо потом нам уже нужно будет считаться. Рефрешер, рефрешер есть. Теперь надо считаться. Что ж, пора бы не переобуваться. Я вижу все больше предметов, которые дают возможность увидеть камбэк. А я вижу вот сверху там 30 тысяч написано. И у меня сразу глаза такие, оп, и замыленные становятся. Да, да. Но потолок у Лу уже очень близок с его надворцем. Из нюансов. Войд без байбэка. Случайно он прыгнул не туда. Нажал бкб не как нужно. И все, игра закончилась. Достаточно быстро. Или прыгнет и Фуай, просто нажмет варлус кик и выкинет кивана прочь. Такой тоже может быть. Ой! Войд один! Нужна помощь! Ну и как драться? Хрансфер больше не будет. Врывается Му, пытается убить хотя бы и Фуай. И Фуай с байбэком не знают пока, не знают, что у Войда нет байбэка. Могут только предполагать. Хотя рефрешер был замечен. 85 секунд без Феслос Войда. Спиритбрейкер, Эзериал, прыгает в строгу. Бунер пытается как-то играть уже в районе фонтана. За ним, за фонтаном идут до конца. Выкупается Спиритбрейкер. Так, китайцам надо немножко собраться. Больше дисциплины. Игра под фонтаном это может быть не самый крутой способ. Полетел еще и Спиритбрейкер варлус кик этой фуай. Стан на три. Мегагрипы. Активирована команда Азурей. И можно ломать базу. Ну что ж, китайская команда очень близка к настоящему проходу на заинтернешнл. И Фуай снова на фонтане. Атос, нулифайер, эзериал. Там нулифайер, и Фуай продолжает избивать. В этот момент Лу просто хочет закончить. Остальные игроки китайской команды находятся на фонтане. Ну и Гунер, эллиминейте, спамит как может. Трон падает от крипов. Доумбрейкер возвращается на фонтан. Китайская команда просто Азурейп тихий, настоящий. Продолжает на фонтане уничтожать. Американцы до конца, до конца. Пайбэки, которые еще остаются. Одна фея. Шедуриэлм с Аганимом. Молот залетел. И по-моему, теперь это точно все. Джи-джи. Азурейм. Просто переехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова